Русские, а кто у вас равняется Азовцу? Ну вот взять одного Азовца. Кто равняется Азовцу из ваших российских солдат? Ну какой, не знаю, должен быть полковник или генерал кто? Медведчук? Ну так вот, приехал, вот сейчас обменяли Азовцев, и стоит, значит, Михаил, вот этот Азовец, который вот, часть руки у него повреждена, и все у него спрашивают, что вы хотите, какая у вас Мрия? И стоит человек, вот абсолютно искно думает, я могу вообще сказать все, что я хочу. И он называет, какие у него есть мечты. Во-первых, мечты у него совершенно сладкие, ну то есть нет такого, что я хочу завоевать мир, оторвать там русским детям головы, съесть из-за там всех российских бабушек, которые родили таких сук мам, которые родили таких сук орков, нет. Ну какие-то вот просто обычные вещи, там хочу купить безделушку, там что-то такое. И все ходят и спрашивают, что ты ходишь. Во-первых, собрали, по-моему, там, если, украинец, поправьте меня, я еще не в теме, по-моему, три с половиной миллионов гривнов, но по-моему, на операцию. То есть моментально к человеку забота, моментально к человеку внимание, все на улице останавливают, все фотографии, все его знают в лицо, все знают его желания. Человек ходит облюбленный, обласканный, его любит вся Украина. Расскажите мне про какого-то своего, равняющегося по славе российского служащего, который получил такое же внимание обычных людей, получил в такой же, ну, не знаю, если у него нет руки, пожалуйста, какой-то импортный протез, деньги собрались, спрашивают, что вы еще хотите. Продолжение следует...